Старт с соревнованием по плаванию дал директор по социальной политике Михайловского ГОКа Владимир Батюхнов. Владимир Степанович пожелал спортсменам успеха на водных дорожках, хороших результатов и отличного настроения. А также отметил значимость развития рабочего спорта для компании «Металлоинвест». Спорт – это, во-первых, здоровье, а во-вторых, все спортсмены в цехах являются основой коллектива. Это мощный фактор сплочения и такого корпоративного духа. Поэтому, как без этого, коллектив спортивный – это коллектив, ядро любого предприятия и в том числе и компании. Мы спроста первые соревнования летние компании проводились у нас, летние спорта-киады. В этом году, сейчас, 16 февраля, мы проводим зимние тоже впервые. И вот этот фактор является мощным, сплачивающим таким аргументом и в компании тоже. Поэтому компания, как раз через спорт, становится действительно компанией. Каждое предприятие чувствует себя коллективом части спортивной дружины. И, соответственно, компания – это очень важно. В этот раз на голубых дорожках состязались 370 пловцов из всех цехов и дочерних предприятий комбината. Программа состязаний – заплыга на 50 метров вольным стилем. То есть спортсмены могли плыть любым способом, произвольно меняя его на дистанции. Такое чередование дает шанс продемонстрировать достойные результаты не только тем, кто тренируется регулярно. Ведь для многих работников комбината соревнования не обязательно стимул совершенствования своего мастерства. Нередко просто залог отличного настроения. Участвовать мне нравится в спартакеаде. Участвую не только в плавании, но и в других милициях. Так что когда спартакеада дает просто заряд бодрости, энергии, общения и интерес к жизни. Рабочая спартакеада Михайловского ГОКа укрепляет здоровье работников, дает позитивный настрой для рабочей недели и пример остальным, что здоровый образ жизни – это здорово. Занимаюсь спортом. Часто бегаю, участвую в плавании, не пью, не курю. Это называется здоровый образ жизни. По доброй горнятской традиции активно участвуют в соревнованиях и руководители структурных подразделений. Коллектив как без руководителей, как руководитель без коллектива. Поэтому основная задача – выступить достойно коллективом и от руководителя принести хоть какую-то долю очков для общей победы. По итогам соревнований в первой группе цехов победу одержали спортсмены рудоуправления. Во второй группе цехов первое место у команды ветеранов Михайловского ГОКа. Среди инженерно-технических работников лучшими стали пловцы объединенной команды дробильно-сортировочной фабрики и центр металлург-ремонт.